МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, каждый житель республики вспомнит игру «Горячая картошка». Ее нужно было быстро передать соседу за определенное время. Почему я вспомнил о ней? Да потому что на этой неделе в нее играли чиновники, и вместо мяча проблемы жителей. И нам удалось выиграть в этом состязании, ведь все жалобы оказались в руках ответственных лиц. Всем привет! В эфире «Дежурные по городу». Меня зовут Александр Батуханов, и мы начинаем. Хотите, смотрите. Здесь у нас, наверное, полка взорвалась. Деньги берут, но ничего не делают. Почему управляшка забыла про жильцов? В полах дырка, на кроватях лежат тонкие матрасы. Тяжелая жизнь студента. Возможно ли сделать ее легче? У меня машина в гараже стоит, а сейчас она на улице стоит. Что, замерзла? Вход воспрещен, когда гараж улан-уденца освободят из песочного плена. Вот эта крышка люка здесь появилась только после долгих просьб жильцов. У нас условия для девочек и для мальчиков все одинаковые. На данный момент пока проблема, ну, по факту не решена. Все ответы вы узнаете прямо сейчас. На управляющую компанию дежурному по городу жалуются каждую неделю. Где-то мусор не убрали, где-то благоустройство не сделали, а где-то ремонт затягивают. Но чтобы такое, на моей практике, впервые, чтобы все проблемы были, сразу в одном дворе. На что управляющая компания нам говорит, а выносите мусор в другую, в другую ограду, во дворе, в другой во двор. И все, и не будет никаких проблем. Ну, вот что говорится. Проспистить-то раститель, а как? Месяц не вывозился отсюда мусор. Месяц. Совпадение или нет, но за пару часов до приезда съемочной группы управляющая компания все же расчистила дорогу к бакам. Ну, как расчистила? Просто столкала трактором песок чуть подальше. И по опыту дежурного по городу могу сказать с уверенностью, что ЭК Альянс сюда заезжать не будет. Здесь легковушка едва пролезет. Не то, что их грузовые самосвалы, которые большие, тяжелые. И тут напрашивается вывод сам собой. Вся эта работа была сделана не для людей. Просто для галочки. ТГК-14 тоже, ну, они частично освободили проезд, но, видимо, его недостаточно. Заявку сделал ЭК Альянс, чтобы поменьше машину отправили, потому что большой КАМАЗ не может развернуться. Но пока со стороны ЭК Альянса отклика не слышим. Если, значит, скажем так, у нас сил не хватит, да, справиться с ЭК Альянсом, значит, будем привлекать администрацию железнодорожного района, чтобы они тоже нам помогали. Проходите, смотрите. Здесь у нас, наверное, полка взорвалась, я не знаю. И там на третьем этаже, чтобы забернуть, на крыше там люк открытый, там она тоже вся светится. В принципе, даже не поднимаясь, уже видно дыры, вот это небо видно, я могу отсюда увидеть небо. Этого явно не должно быть, козырька нет. Заявки по крыше, ну, вообще заявок по крыше непосредственно Шаляпина-2 не поступало, но сейчас мы, поскольку, да, такое замечание возникло в ходе осмотра, мы обязательно возьмем работу и в ближайшее время по крыше, да, стараемся отработать этот вопрос. Длится уже в течение месяца. Вот туда наверх. Ну, тут, на самом деле, я тоже не понимаю, когда они красили, ну, то, что стены хорошие, в принципе, ну, покрашены. Это молодцы, но вот это-то можно было сделать. Как они красили? Вот так вот? Вот вы покрасили, а не вот здесь. Где покрасили, где не покрасили. Вот здесь сами шоркаем, чтобы от краски оттернуть вот все вот это вот. Это не надо что делать даже. Вот пойдемте дальше. Вот окно вытащили, стекло сломано и лежит уже целый месяц. Вот посмотрите, здесь как вот все покрашено. Зачем они вытащили окно? А потому что краска сильно пахла. Они вот вытащили, вот так бросили. Ремонт, да, к сожалению, пока этот процесс, да, прервался, потому что идет подготовка к отопительному периоду. К сожалению, много других вопросов, которые надо закрывать. Ремонт, замена труб и так далее. Поэтому людей пришлось временно снять. И процесс, да, этот немного остановился по ремонту. Но, тем не менее, мы его все равно планируем завершать. Все равно делать будем. Планируем сделать второй подъезд Шаляпина-1. И если получится, возможность будет Шаляпина-5Б тоже сделать второй подъезд. Вот эта крышка люка здесь появилась только после долгих просьб жильцов. И то она сработала лишь потому, что они решились написать коллективную жалобу в прокуратуру. Собираемость по данным домам по Шаляпина-1А, 2А, 3А, 5А, 5Б порядка 60-70%. Жаль тех людей, которые платят вовремя из-за должников. Получается, что не можем собрать в полной мере средства на проведение текущего ремонта. Это тоже одна из причин, да, почему текущий ремонт не можем провести своевременно. Обращением в прокуратуру может стать и этот сюжет. По иронии судьбы студенты жалуются на условия проживания в общежитии, которое принадлежит строительному техникуму. Мы приехали подавать документы на заселение. И нам сказали, что мы поступаем в первый корпус. Мы зашли сюда и, конечно, были в шоке. Что там творится? Нету ни душа, ни туалета. Ну, туалет, то есть на всех. В полах дырка. На кроватях лежит тонкий матрас. До этого вы где жили? Терешково 56. Там лучше было? Намного. У нас был свой туалет. У нас, получается, секции есть. Вот четыре комнаты, и в этой секции есть туалет и две раковины. Ну, мы можем спокойно подойти голову помыть. Можем подойти просто постираться. Но у нас там вообще все спокойно было. Также у нас был отдельный женский душ, также был отдельный женский мужской душ. Ну, все цивильно было. Все было хорошо. А здесь нет такого. Тут невозможно жить. У нас условия для девочек и для мальчиков все одинаковые. Заселились на сегодня у нас 130 человек. На третьем этаже, на четвертом этаже и пятом этаже. И вот мы кое-как сделали космический ремонт. Капитальный ремонт у нас никогда не делался. Да, вот и мы заселили девочек. Я понимаю, вас виновата образовательная организация или та организация, на которую пожаловались. Я все это прекрасно, Александр, понимает. Мы тоже выполняем свои должностные обязанности. И я считаю, что мы довольно неплохо выполняем должностные обязанности. Я вас тоже прекрасно понимаю. Начнем с того, что душ на 163 человека только на пятом этаже для девочек. У нас два душа будет отдельных для девочек. Они уже есть. Девочки, как заселились, они даже не пошли навстречу. Они позвонили сразу жаловаться вам. Понимаете? Они сразу побежали в министерство и так далее. Мы даже не пришли, мы им даже ничего не показали. Они сразу пошли жаловаться. Это работа на перспективе, скажем так. У нас проблема по многим эффективным. И которые у нас в профессиональной виде находятся. Постараемся и подремонтируем. Федеральные средства заявки в соответствии с ним подали. А те, кто не попал в профессиональную деятельность, они у них будут институты, если они будут обещать. Я и мои заместители в области общежития в течение месяца проедем. Если дом строительства и городского хозяйства у нас по графику стоит на 26 сентября. Надеюсь, эти проблемы решатся быстрее. Мы, конечно, понимаем руководство колледжа, но и оно должно понять студентов. Ведь в таком здании построить светлое будущее для молодежи не получится. К слову о дороге. Открыть уже ворота к своему гаражу никак не может Улан-Уденис. С конца прошлой недели он все пытается докопаться до своих ворот. Решил поехать 6 пятницу в гараж, машину поставить. Приезжаю здесь, навалено, не проехать, не пройти. Я работаю сутками и так далее. У меня просто времени физически нет. Все перекидать, это весь день потратишь. Мусор здесь не кидать. А песок, видимо, можно. Так решили строители и привезли сюда целые горы этого добра. Хотя у каждого из этих гаражей есть владелец. И это уже прямое нарушение закона. Ведь нельзя ограничивать доступ к чужому имуществу. Нам удалось найти подрядчика во время съемки. Он как раз был на объекте. Вот только его поведение, мягко говоря, удивило. Он требовал от Эдуарда объяснений, почему он обратился в Оригус. Хотя объясняться здесь должен он сам. Десять дней без гаража. У меня машина в гараже стоит, а сейчас она на улице стоит. Что, замерзла или что-то еще? Не важно. Вот эти четыре гаража. Нормально, можно было спокойно подойти. Я вам спокойнее объясняю. Можно было нормально подойти к охране и сказать, что вот так вот. Вас учить надо, потому что. Кого учить-то нас надо? Вы даже не спрашивайте людей. Ни объявлений никаких не вешайте. Я приехал, опа, нету ничего. Да пожалуйста, нормально. Проезд к гаражам очищен, доступ к гаражам есть. Вот эти кучи, которые мы здесь остались, они уберутся. Планируем, наверное, где-то до середины октября работать и все закончить. Я понимаю одну вещь. Ведь есть определенные стандарты и нормы, по которым должна выполняться работа. Даже если подрядчик планировал оставить здесь песок на один день, пусть даже на одну ночь, то он все равно ведь ограничил доступ к чужому имуществу. Если он так выполняет свою работу, то какой у него подход к муниципальному контракту? И главное, насколько качественно он его делает? С нашей стороны приносим тоже свои извинения за доставленные неудобства. С подрядчиком проведена беседа, выписана претензия, чтобы на последующем таких инцидентов не возникало. К слову о качестве. Вот пример, как делать не стоит. На улице Шаляпина коммунальщики раскопали основной проезд во двор. И даже не позаботились о людях, которые живут в нем. Это ужас, что творится. Здесь ямы никак не огорожены. Вообще никак. Полный двор детей. Это сейчас они все в школе. А так ведь полный двор детей. Они могут просто... Это, не знаю, нас милует. Они любопытные. Да. Вот скажите, пожалуйста, что... Где здесь ограничено, чтобы ребенок не свалился вот в этот ужас? Вот так приходится каждый день ездить с жителем этих дворов. Ведь это, по сути, стало основной дорогой. Ее бы хотя бы програйдировали, если уж знали, что будут там перекапывать. Чтобы не лишать людей возможности проезжать к своим домам. На данном участке работы ведут специалисты по УТГК-14. Производится капитальный ремонт ветхих тепловой щеки протяженностью 400 метров. После завершения капитального ремонта тепловой щеки будет произведено благоустройство данного участка. Не переключайтесь. Впереди еще много интересного. Мы просим помощи выделить технику. Есть желание убраться, но нет техники. Кто поможет навести чистоту в лесу? Вход у них один. Дети выходят. Нету ни пешеходного перехода. Забыли о безопасности. Те, почему дети не могут спокойно ходить в школу. Репутодателю выдвину предостережение. Аккуратура октябрьского района города УМД проведена проверка. Те ответы через несколько минут. Уже совсем скоро город преобразится. Сотни людей выйдут на улицы с метлами и граблями, чтобы провести генеральную уборку Улан-Удэ. Этого же хотят сделать и жители поселка Забайкальский. Только вот, чтобы навести порядок, им нужна помощь администрации. Мы просим помощи выделить технику, но я не знаю, какую-нибудь силу, чтобы собрать этот мусор. Там мужская сила нужна. Мы согласны, как бы обговариваем, чтобы выйти 15 сентября и устроить субботник. Но нам нужна как бы все равно помощь. Среди всего этого мусора мы нашли своеобразный раритет. Карта Байкалбанка. Ее узнает практически каждый житель Бурятии. Отсюда мы делаем вывод, что весь этот мусор лежит здесь как минимум лет 10. Помимо пластика, здесь очень много стекла разбитого, который вполне может стать увеличительным стеклом и стать причиной лесного пожара. Официального распоряжения проведения экологической акции «Месячник чистоты» еще не поступало. Как только оно поступит, администрация Октябрьского района сообщит о точной дате проведения акции. Дополнительно сообщаем, что заявка от жителей поселка Забайкальский включена в план мероприятий. И это не может не радовать, ведь город станет чище не только в центре столицы, но и в пригороде Улан-Удэ. Кстати, хочу предупредить администрацию жителей поселка Забайкальский настроены серьезно. Придется вывести не один грузовик. Технику, но уже строительную, ждут и возле 21-й школы. Ученики уже несколько лет, выходя из учреждения, оказываются на проезжей части. Как так получилось? Вход у них один. Дети выходят. Нет ни пешеходного перехода, ни лежачего полицейского. Никаких знаков дорожных нету, что внимание школы. Дети выбегают, маленькие дети, ничего не видно их. Трава высокая тоже. Я два года за этим наблюдаю. Страшно становится за ребенка. Это единственный вход и выход из школы. И делая шаг за его территорию, дети резко становятся вне закона. Потому что вдоль забора не пройдешь, нет тротуара. На асфальте также отсутствует зебра, а значит дорогу не перейдешь. Хотя по стандартам здесь должны быть искусственные неровности, пешеходный переход и знаки, которые предупреждают водителей о наличии учебного заведения. Комитет по образованию или комитет по транспорту должны организовать выездное совещание с участием всех заинтересованных структур, включая управление дорожного строительства на место. И там совместно принять решение о дополнительных мерах по обеспечению безопасности у школы. Если комитет по транспорту внесет эти пункты в проекты организации дорожного движения, после этого мы сможем планировать данные работы на следующий год. По школе номер 21 в этом году заявки от руководителя не поступало. Тем не менее данный сигнал принят в работу. На следующей неделе состоится выездное рабочее совещание с комитетом по транспорту, комитет по строительству для принятия дальнейших мер в цели безопасности наших детей. Мы стараемся следить за выполнением обещаний. Вот и сейчас решили вспомнить наши прошлые материалы. Далее рубрика по следам. Напомним, в конце августа к дежурному по городу обратились водители и кондукторы городских маршрутов. Они жаловались, что им недосчитывают зарплату. Со смены руководства новый бухгалтер начислял деньги по схеме, непонятной для работников. По нашим данным, после инцидента женщину уволили. Работодателю выдвинулся предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в последующем. В случае, если подобные нарушения будут повторяться, это будет учтено. В том числе и при рассмотрении административных дел. Нарушения подтвердились в части выплаты правил охраны труда. Соответствующие документы передали в прокуратуру. Там составили два протокола об административном правонарушении. Проверка продолжается. Месяц назад мы рассказывали об очередной несанкционированной свалке, которая появилась на улице Терешковой. Два старых дома снесли еще в прошлом году. Третий пока стоит. Вокруг него и образовалась помойка, что не устраивало людей, каждый день проходящих мимо. Проведена проверка по публикации размещенных в средствах массовой информации о нарушении законодательства. По представлению прокуратуры Октябрьской миссионной, исполняющей обязанности в СССР Комитета городского хозяйства администрации города МНД, приняты меры пригодятся на несанкционированные свалки. На этом мое недельное дежурство подходит к концу. Передаю эстафету своей коллеге Александре Фишевой. И напомню номер телефона. 220-37. Звоните и оставляйте контактный номер для обратной связи. Ведь, возможно, ваше обращение станет началом для нашего сюжета. Редактор субтитров А.Семкин